Сегодня 28 мая 2020 года, сегодня последний день работы фирмы «Флеминг» здесь в Пухе-Таллине. Фирма «Флеминг» кончает здесь свою деятельность. И вот это одна часть территории бывшего завода «Францкруль» или позднее Таллинского машиностроительного завода. Здесь утихает работа, здесь будут здания бюро. Но рядом еще идет работа другой части других фирм, которые наследники вот этой известной фирмы «Францкруль», которая была основана 155 лет назад. Но мы пришли сюда по другому поводу, потому что мы хотим показать один интересный объект на территории Таллинского машиностроительного завода. Это объект гражданской обороны, это бомбоубежище, которое здесь было выстроено для рабочих этого завода. С начала июня 2020 года меняется на этом заводе опять собственник. И поэтому мы решили посмотреть еще эти объекты и познакомить их и таллинцам, и друзьям Таллина. Я думаю, что в Эстонии было очень много военных объектов и гражданской обороны, которые так сохранились или находились бы в жилых районах настолько целостно, что может быть жителям Пахеталлина будет интересно знать, что вот они гуляют здесь по улице Вольта и проходят вот мимо такого объекта. Ну, может быть, когда-нибудь здесь будут сниматься какие-то фильмы о жизни в катакомбах или, я не знаю, о какой-то войне, как любят в нынешнее время снимать фильмы. А это кусочек истории. И я думаю, что этот кусочек истории тоже заслуживает своего внимания, потому что, ну, мы должны знать, какая была жизнь до нас. И уже молодое поколение выросло, которое уже после 91-го года. И у них, конечно, очень мало информации о том, что вот прямо под рукой есть какие-то объекты, где легко объяснить вот эту историю, которой, скажем, до 91-го года была система гражданской обороны. И, может быть, мы когда-нибудь даже, не знаю, может быть, можно сделать здесь даже маленький музей гражданской обороны, потому что, само собой, гражданская оборона в мире никуда не ушла. И именно, как защищать гражданское население, это, оно становится все важнее и важнее. И если у нас есть такая, это кусочек истории и кусочек, может быть, нашей жизни. Ну вот, мы сейчас в этом бомбовом убежище. И хотя нужно сказать, что все-таки человеческая рука все-таки за эти десятилетия, скажем, кое-что здесь уничтожило, здесь сохранилось все-таки довольно много таких интересных вещей или объектов, которые интересны для истории. Вот маленький противогаз, который я держу в руке здесь. Ну, для всех нуждающих были противогазы. Здесь, ну, полная такая эпикировка. И самое главное, что если как бы чуть-чуть забыть то, что как это сегодня выглядит, и историки бы выбрали отсюда, так сказать, исторические объекты или важные, то я уже вижу, что здесь все-таки есть хорошая коллекция, что показать следующим поколениям, ну, довольно интересные вещи из истории гражданской обороны 20 века. Бомбоубежище Таллинского машиностроительного завода. Вот здесь мы стоим. Это бомбоубежище было на 200 человек. Оно было оборудовано вентиляцией, местами для лежания. И для случаев опасности люди должны были здесь собираться. А в наше время, когда мы здесь работали, здесь проводились учения гражданской обороны. Здесь нам читали лекции по гражданской обороне, проводились всякие собрания. В общем, довольно большое помещение. Там зал, зал человек на 50 регулярно проводились учения по гражданской обороне. А здесь проводились учения по оказанию первой помощи и всего остального. Вы сказали, что это бомбоубежище, оно делится еще на две части. Да, да, да. С этой стороны, значит, это, как я уже сказал, на 200 человек это для работающей смены. Ну, неизвестно, сколько бы работало в тех условиях. Но, тем не менее, 200 человек это, по-моему, достаточно было. Ну, тем более в военное время. А с другой стороны, там есть вход для убежища, для командного состава. Там находился командный пункт, штаб, в общем, в условиях. КОНЕЦ